Знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Добро пожаловаться. Я хотела спросить... Вы слушаете меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... Коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Ну, таков наш закон. Здравствуйте. Начинается программа Добро пожаловаться. Олег Пек сегодня ее проводит. Ну и с нами на прямой связи председатель правления Товарищества Центра консультаций собственников квартиры, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. И эксперт с опытом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП Айвер Гонтарев. Здравствуйте. Доброе утро. Сразу напомню нашим слушателям, каким образом можно задавать вопросы. Вопросы на тему коммунального хозяйства, все, что вас волнует, интересует, где есть какие-то сомнения, может быть, вы чувствуете, что не хватает компетенции в каких-то вопросах. Не стесняйтесь, звоните, задавайте ваши вопросы в прямой эфир 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, или пишите нам на ватсап. Номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. 2-0-0-0-6-1-9-1. Ну и пока вы собираетесь мыслями, думаете о том, какие вопросы, наверное, может быть, самый главный вопрос, вот как введение чрезвычайной ситуации повлияет на работу домоуправления, вообще на коммуникации, не приведет ли к удорожанию услуг. Ну вот, чем нам грозит простым жителям, собственникам квартир, вот эта ситуация чрезвычайная. Я первый хочу задать вопрос, со звуком у меня наладилось? Да, ну более-менее, в принципе, не идеально, но слышно. Значит, я сразу могу сказать, что, в общем, это никак не должно отразиться на собственниках квартир, потому что ничего нового здесь для нас не произошло. Никаких дополнительных требований по повышению работ или дополнительных работ нет. Единственное, к чему люди уже привыкли, надо отметить, это резкое сокращение очных посещений. То есть большинство людей научилось общаться с нами через другие виды связи. Посещение конторы или прием личной населения – это достаточно редкое явление. И поэтому я не ожидаю, что именно поэтому будет что-то. Будет, скорее всего, изменение цены, связанное с тем, что повышаются как налоги, которые там не полностью занятых людей распространяются, так и последствия повышения минимальной зарплаты в прошлом году. Это может сказаться. Ну и, естественно, очень большой удар, видимо, ожидает население – это коммунальные платежи, тарифы на тепло и электроэнергию. Это неприятная вещь, очень болезненная. Если будут копиться долги, опять-таки, вот вопрос извечный, повторяющийся долги за отопление, что… Какие здесь могут быть последствия? Не пострадают ли из-за соседа нерадивого, там, его соседи? Ну, здесь сложно ответить, потому что с долгами пока ситуация, на мой взгляд, пока еще она достаточно контролируемая. То есть, и принадлежащей правильной работе, работе домоуправления этот вопрос не должен представлять какую-либо проблему. Но, может быть, в связи с резким ростом цен на энергоносители вообще может наступить массовая неплатежеспособность населения. Но это уже вопрос другой, это вопрос политических решений. У нас между тем звонок. Здравствуйте, доброе утро. Это радио Балком? Да, да, пожалуйста. Программа «Добро пожаловаться». Добро пожаловать. Доброе утро. У меня такой вопрос, да? Наш дом, сколько я знаю, 50 лет назад. В нем плохая звукоизоляция. Я проживаю в нижнем этаже, а на верхнем это же проживает семья сейчас. Ну, у них появился там ребенок, и он так топчется, что, ну, просто очень большая, говорится, неприятность. Я сказал этому, ходил к тебе с соседкой, которая еще немножко выше меня живет, ну, под ним, можно сказать, обратился к этому отцу. Он сказал, говорит, ничего не могу сделать, ребенок маленький, ему полтора года, должен ходить. Если вам что-то не нравится, одевайте беруши. Я ничего не могу сделать. Он имеет какое-то, ну, на него управа какая-то? Вопрос очень тяжелый. Если бы они там плясали, танцевали, играла музыка или стучали молотками, это вопрос, можно было бы что-то советовать. В данном случае это только добровольная коммуникация между соседями, потому что действительно, может быть, родители могут подобрать менее шумную обувь у него, если она у него есть, если такая есть. Но я не знаю, как это можно решить. Ребенок есть ребенок. Потому что, получается, с самого утра и до самой поздней ночи, ну, вечером он там топчется. Ну, с обедом, соном или где-то выгул у него, получается. Ну, вы же все это понимаете прекрасно. Но я повторяю, ребенок это не является каким-то, ну, фактором правонарушения или фактором, нарушающим спокойствие других людей. Звукоизоляция действительно в определенных сериях звукоизоляция очень плохая. Поэтому нужно думать о том, как изменить звукоизоляцию. Хотя здесь тоже очень трудно что-то подсказать. Почти... Боюсь, что я могу сказать так. При всем сожалению, к обеим сторонам придется смириться и переждать. Спасибо. Следующий просто звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вот, господин Сидорко, скажите, пожалуйста, если... Ну, дом у нас и скверик возле дома, ну, это частная земляк. Там тоже нужно разрешение этого собственника земли, чтобы поставить табличку, ну, чтобы там выгул собак запрещен. Потому что здесь у нас парк рядом, и многие тут как бы целый день ходят, и не доходя до парка, и тут скверки вся собака, ну, как бы свои дела справляют. Но даже при том, что если уберут, там все равно же остается, там дети бегают. Вот я установил такой табличке. Нужно разрешение от собственника? Спасибо. Я бы сказал да. Я бы для того, чтобы все было правильно, я бы советовал вам согласовать этот вопрос с собственником. А вдруг собственник является яростным любительным собачеком? И потом скажет, что с ним никто не согласован. Это лучше сделать. Это не столь обязательно, как в случае с дорожными знаками, но это лучше сделать. Я еще раз напомню, телефоны 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, и также можно писать нам на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Пишите, потому что ваши сообщения мы обязательно тоже зачитываем. Между тем вот пришла тоже еще одна проблема, откуда не ждали. Рижская дума взяла на себя обязательство удалить паутины проводов над улицами центра. Ну, и обычно это те провода, которые устанавливают компании кабельного телевидения и интернета, и устанавливали их на протяжении десятилетий, складывалась эта ситуация, но сейчас собирается Рижская дума, в общем, как-то так навести порядок в этой области, перевести все воздушные провода в шахты под улицами, и возникает вопрос, каким образом это сделать, потому что, во-первых, это может привести к удорожанию, не приведет ли это к удорожанию интернета, и не приведет ли это к тому, что, поскольку сейчас эти шахты принадлежат единственным владелям подземных коммуникаций компания ТЭТ, не приведет ли это к тому, что появится один монополист, который будет диктовать тоже цены и политику, и уберет конкурентов? – Приведет. Если коротко, то приведет к всему тому плохому, что вы сказали. Потому что в момент, когда приватизировали плат Телеком, государство или самоуправление, скорее всего, государство непонятно почему, с бабского плеча отдало подземные коммуникации эксклюзивно одной фирмы. То есть вот эта вот телефонная канализация, так называемая, все подземные коммуникации, по которым проходили телефонные кабеля стационарных телефонов, были отданы в собственность одной компании. Она сейчас никого не пускает, во-первых, туда. Может быть, там есть объективные, может, субъективные причины, но она никого не пускает, и поэтому если убирать воздушные линии, то да, во-первых, вопрос такой, убирать куда? Под землю? Это что? Перекапывать весь город, особенно центр, с тем, чтобы вырвать новые, ну, проложить фактически новую канализацию, так это называется. То есть подземные трубы должны быть, через которые можно притягивать. Они каким образом пытаются это решить? Запретить? Прекрасно. Столбики мы уже видели, мусорники тоже, ну, мусоропроводы тоже, ну, теперь запретят воздушные линии. А куда их деть? Ну, значит, останется один лад телеком, потому что никто технически и финансово, я боюсь, что прокладку подземных линий не выдержит, не сможет, и вообще в какие сроки это можно сделать? Прекопать весь центр. Дается на это шесть, кстати, шесть месяцев. Это значит срезать, это очень робо говоря, срезать. Технически даже, я боюсь, что проект подземной коммуникации, подземных работ за полгода невозможно ни разработать, ни согласовать. Не будем спешить в этом вопросе, потому что он сейчас находится в рассмотрении в Совете по конкуренции, да, и потому что все понимают, действительно, если таким образом просто поступить, это значит ограничить конкуренцию, оставить и укрепить столько манипуляции фактически всего рынка «Лателекому», да, которых Сергей не даст соврать, «Дом прав» тоже с «Лателекомом» там борется уже более двадцать лет, потому что они просто ведут себя как манипулист, если остальные, например, там, поставщики услуг более сговорчики насчет того, что как проводить эти панели или как проводить провода, тогда у «Лателекома» есть своя программа, их ничего не интересует, их ничего не останавливает и договариваться они вообще ни про что не хотят, да, и, ну, я думаю, это, скорее всего, каким-то образом их какое-то рука или движение, потому что, ну, если на поверхности сразу видно, у кого от этого выгода, ну, так это им, да, ну, если про очень, скажем так, самые важные темы сейчас в отрасли нашей, да, то, что вы уже коснулись, это тарифы, которые сейчас подскочили в несколько раз, они в рекордных высотах и электроэнергия, и газ, которые приводят к удорожению также и теплоэнергии в Риге, грубо говоря, 50%, да, тогда одно историческое событие произошло, которое, может быть, Сергей вспомнит, когда это было в Риге еще, но в субботу в Риге с Илтумс, более 500 домам, которых, из-за которых не было покашены долги, дал добро на подключение. Это историческое событие, мы всегда боролись уже более 10 лет за эту несправедливость, из-за того, что вот кто-то не заплатил в доме, из-за того страдает весь дом, и это уже до последнего тянули и боролись, да, и это было очень странно, когда самоправление две принадлежащие компании, Рига с нам порвала, и за Рига с Илтумс, между собой не могли выяснить отношения, и какая-то позиция монополиста не мучила пол Риги, ну, это было неправильно с любой стороны. И, наконец-то, сбылось, ну, сыграло, наверное, множество факторов, но вот что-то в отрасли меняется, надеюсь, что это не было, какая-то разовая акция, и все же вот по отношению к долгам, по отношению к подключению домов к теплу, как мы видим сейчас, термометр падает вниз, да, и холодно людям, и вот, ну, что-то наконец-то сбылось, и это как-то, может быть, будет как первый шаг нормализации каких-то ситуаций, потому что каждый раз в подключении в Риге тепла, мы же не слышим ни одного города, ни одного города мы не слышим эти проблемы, только Рига всегда обсуждает эти проблемы, да, вот, и наконец-то что-то поменялось в позитивную сторону, ну, Сергей, может, ты помнишь, когда еще Рига подключалась к долгам? Ну, я могу сказать, во времена предыдущей думы рано или поздно этот вопрос всегда решался, скажем так, нам тоже было то же самое, но я оцениваю немножко по-другому ситуацию. На самом деле здесь РНП пошло на такую брутальную принципиальную позицию, ах, на мой взгляд, ах, по долгам не подключаем, значит, не подключаем 600 домов, и это просто сломало Рига Стилку, что сегодняшний, потому что, ну, общественный резонанс от такого действия, это одно дело, когда они душили 10-20 домов, другое дело, когда полтысячи, но позитивно я бы это не расценивал, потому что особенно сейчас, вот в преддверии, не прогнозируемого роста цен, неясно, что будет с долгами на следующий год. Может быть, проскочен, дай бог, а может быть, нет. И вот в этой ситуации наличие такой задолженности, оно может поставить там, исключить всякие там возможности отступиться, поступиться, то есть может оказаться так, что у поставщика тепла не будет просто-напросто денег на то, чтобы начать новое. Нет, Сергей, это до этого не дойдет, если я расскажу стратегические точки зрения. То, что мы всегда бились с поставщиками тепла, это была проблема в том, что, ну, например, всегда есть, смотри, какая сила двигает какой-то закон. Мы с тобой, например, двигали там по несколько законов, которые бы улучшили ситуацию в отрасли уже более 10 лет, да, и ничего не получалось. Почему? Потому что напротив нас всегда си делали ссылку с там, с оборотом 130 миллионов, ему было все равно. Им было все равно, эти законы пройдут или нет. Если сейчас принимается решение о том, что поставщик тепла, как бы он тоже в этой рисковой зоне про дебюторов, они до сих пор ничего их не волновало, потому что им всегда счета были оплачены. Из-за этого... А? Кто такое решение принял? Про что? Про то, что там Рига Силтмс чего-то должен сделать. Нет, смотри, тот денежный оборот и те риски, которые сейчас лягут на Рига Силтмс, они сами будут заинтересованы сесть в одной лодке с дом-правыми всеми. Из-за этого, наконец-то, я думаю, что будем наблюдать, ну и думаю, те законопроекты, которые все время заостревали, они сейчас по взыску, они пойдут намного больше. Сейчас, возможно, поменяются еще какие-то позитивные вещи. У нас просто очень много звонков, обе линии просто разрываются. Да, пожалуйста. Коротко. Айвар, вот к вам вопрос. Вы боролись с Рига Силтмс, а почему вы не боролись с должниками, которые миллионы накопили за предыдущие 10 лет? Спасибо. Ну, откуда у вас такая информация? Потому что в мое время как раз-таки пошло самый быстрый взыск долгов и смены системы. У каждого юриста в РНП была определена норма, с какими должниками, сколько исков они должны поднять. И как раз с мертвой точкой мы-то и двинули эти долги. И взыск долгов, он пошел очень быстрый темп. У вас неправильная информация. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Говорите. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Чем сейчас Рига Силтмс отличается от Рига Силтмс Сервис? Ну, это два абсолютно разных компаний. Рига Силтмс – это компания, которая поставщик тепла, которая поставляет тепло, принадлежит государству и сам управлению. Рига Силтмс Сервис – это обслуживающая компания, которая в Риге обслуживает теплосеть. Вот и все. Это частная компания, в которой объединились четыре предпринимателя. Я немножко удается. Два разных компаний. Два момента. Рига Силтмс поставляет тепловую энергию до дома, до счетчика дома. А после счетчика дома распределение тепла, за это ответственно Рига Силтмс Сервис. Скажем так, до границы дома, до счетчика тепла – это Рига Силтмс, а дальше вся внутренняя система находится в ведении Рига Силтмс Сервис для домов, которые обслуживают РНТ. Тогда, извините, тогда у меня вопрос, а кому обращаться по поводу подключения тепла? Рига Силтмс говорит, что звоните Рига Сервис, а Рига Сервис говорит, что звоните Рига Силтмс, и дом до сих пор не подключен к отоплению. К своему управляющему? Да. Не туда, не туда, а к своему управляющему. У вас есть компания или РНП, или другой управляющий, который должен инициировать вопрос подключения к теплу и обеспечить все необходимые фазы этого процесса. Рига Сервис, спасибо. Спасибо. Рига Сервис, спасибо. Рига Сервис, спасибо. Тенденция была сократить количество телеканалов на русском языке, в общем, условно говоря, российских телеканалов за счет европейских, и многие операторы находили лазейки и все-таки приманивали как раз-таки возможность посмотреть российские каналы. А сейчас, если вдруг эта конкуренция будет ликвидирована, то многие останутся, может быть, без своих любимых телевизионных каналов. Хорошая теория у вас. Мы даже так, наверное, не задумывались с такой точки зрения. Ну, сказал бы так, что, скорее всего, если вещь идет о центре, то это достаточно малонаселенный район. Но есть в том, что они потребовали, есть одна, на мой взгляд, правда такая. Дело в том, что когда тянули воздушки и вообще эти воздушные коммуникации, проложенные, ну, зачастую можно назвать очень нехорошим словом по беспределу. То есть тащили как попало и где попало. Где дырявили крыши, где дырявили стены. В общем, как проще, как... Ну, Варус-то там присутствовал. Поэтому, в принципе, воздушные линии, наверное, надо было бы привести в порядок. С тем, чтобы было единообразное техническое решение по креплению вот этих воздушных линий, таким образом, чтобы это не мешало эксплуатации остального городского хозяйства, с одной стороны, а с другой стороны, не вредило самим зданиям. И, наверное, такое решение можно найти, но это не значит, что сегодня вот можно перейти все на подземное, и все будет хорошо. Здесь есть свои плюсы, свои минусы. Но ограничения... Да, но я думаю, что это изменение рынка. Скорее это касается больше изменения рынка, нежели вытеснение той или иной группы канала. То, что нужно, чтобы понимали, да, и ради слушателей, ну, какая-то регламентация и порядок в этой сфере нужно приводить, потому что безобранные, вот каким-то образом протянутые исторические, действительно, вот провода по воздуху, потом по лестничных клеток, да, это множество клиентов жаловались, потому что, вот, приводите, пожалуйста, в порядок. Здесь, наверное, нужно поступать аналогично, как поступали вот и ГАСО, и другие, и в том числе Латвенерго, отделить то, что вот есть шахты и все остальное, и чтобы это было, не знаю, государству передано, так что ТЭТ все еще и является отчасти государственной компанией, чтобы через эти каналы шахты до клиентов мог бы проводить любой поставщик, вот, провайдер интернета и так далее. А потом уже все проще будет, ну, любой, кто хочет, он по определенной плате там пропускает свои проводы, и все, нет манипуляции. У нас звонок, здравствуйте. Доброе утро. Я, конечно, не знаю, ваш гость, от вежливости или не от своеобразного понимания ситуации, но немножко собрался. Когда он говорит о совпадении многих случайных вещей, то совпадение только в одном. В многих местах к управлению процессов попали люди, не обученные и желающие командовать, но не понимающие сами... Спасибо, да, но мне кажется, что это такие, ну, общие какие-то разговоры. Давайте примем лучше следующий звонок, тут, мне кажется, абсолютно даже комментировать нечего. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, если у меня... Я живу на Москве с 250. У нас перенесли мусорные контейнеры где-то теперь от дома расстояние, ну, 400-500 метров. То есть добраться до них – целая проблема. Существует ли какой-то норматив вот нахождения мусорных контейнеров от жилого дома? Угу. Спасибо. Ну, есть норматив, что они не могут быть ближе, чем... Там 25-15 метров к жилому дому. А вот насколько далеко может располагаться площадка для контейнеров? Ну, это... Такого я не слышал. Регламентирование. Угу. Ближе нельзя, а дальше не запрещено. Тут пришли к нам вопросы. Я сейчас смотрю много вопросов на WhatsApp. Значит, у Германии долгосрочный договор с «Газпромом». Они получают газ по 220 долларов. У нас же ждали, что газ будет дешевле. Не заключали договор и просчитались. Наши суммы за отопление в этом году и в 2022 году надо разделить эту оплату на 12 месяцев. Так людям будет легче заплатить, пишут нам. Не знаю, кто-то может прокомментировать такое предложение. Насчет входящих цен на газ, какие контракты заключены, я, честно говоря, не в курсе. Насчет того, что распределить платеж, ну, это нужно в индивидуальном порядке еще. Это, наверное, нельзя... Политически... Да, да. Это локально всегда можно договориться с Дом правом, чтобы все по выровненному платежу можно было бы оплатить. И просто я тогда могу посоветовать тех, которые уже предполагают, что будут проблемы с оплатой, просто не прятаться, а сразу говорить, вот из-за скачка тарифов и всего остального у нас проблемы. И давайте договариваться о том, что постепенно будем погашать эти долги. Потому что приостанавливать платежи тоже нельзя. Просто нужно сразу договариваться, чтобы не считали лишних пений и так далее, а прощаться в том числе в соцслужбу тех, кто есть такая, скажем так, признаки и так далее, но не останавливаться. А про глобальные процессы вы же можете прочитать сейчас. Масс-медиа довольно-таки, они заполнены этим вопросом, и все могут удивить, сами убедиться о том, какие глобальные процессы сейчас происходят, и понять, что они временные. И в том числе мы попали в некую глобально-политическую игру, которые там подпишут договора, примут в эксплуатации нескольких больших проектов, и все нормально будет. Управляющая компания, вот еще один вопрос, заключила договор с домом и с каждым собственником квартиры. Как собственнику квартиры расторгнуть личный договор с управляющей компанией, оставив в силе только общий договор дома с управляющей компанией? Никак. Если вы подписали договор, то вы его расторгнуть можете только через суд. По обоюдному согласию, либо через суд. Суд боюсь, что вас не поддержит, потому что, как правило, индивидуальный договор и коллективный договор содержат один и тот же текст. Там нечего менять. Да, тут нам прислали тоже скриншот, просто какой-то статьи. Сейчас вот я пытаюсь понять, это перевод из DNS Business. Смысл в том, что планируется, что с запуском производства тепла биотопливными котлами на ТЭЦ, Вимонс и Даугавгриве доля природного газа для производства тепла в Риге снизится до 50%. В результате этого ресурса больше не будет так значительно влиять на тарифы на отопление. Это цитата просто вот по, я понимаю, прессу ЛВ. И пишут, что будут введены две станции в Риге, и тогда, возможно, тарифы будут дешевле. Наверное, какое-то влияние будет, но это экспертные оценки, я бы не стал сейчас их комментировать. Дело в том, что, как показала практика, с ростом цен на газ начали веско расти, допустим, цены и на щеку, и на дрова, и на уголь, и на все. Ну, не бывает так, что что-то одно поднялось, а остальное осталось на месте. Поэтому, по всей видимости, зависимость от газа изменится, а насколько это по цене будет по-другому, это эксперты должны сказать, потому что на самом деле практика показывает, что зеленые вещания, как правило, дороже традиционных. То есть приходится выбирать, или чтобы было дешевле, но более вредно для природы, либо зеленое, но более дорогое для кармана. Говорите, Олег, я могу сказать так, на мой взгляд, это очень извращенное понимание зеленый. Сегодня мы стараемся меньше сжечь, при этом производим безумное количество ненужных нам товаров, недолговечных, которые там скажут. Если сравнить по моей молодости рубашку, что она там можно было носить три года, и она выдержала там бесконечное количество стирок, а сейчас три-четыре стирки, рубашку ты выкидываешь. Но в этой ситуации мы, с одной стороны, вроде в одном месте мы делаем зеленые, а с другой стороны мы экономику оцениваем по увеличению потребления и спроса. То есть просто выкидываем еще годные вещи и заводим новые. Здесь неясно, что говорить. По поводу еще, ну тут все, продолжая тему интернет-провайдеров, пишут, можно ли заставить интернет-провайдеров навести порядок в шкафах коммуникации, в многоэтажных жилых домах. Сейчас в этих шкафах висят гроздьями интернет-кабели, и из-за этого даже шкаф не закрывается. То есть куда жаловаться, если, ну, какой-то считают жильцы, что беспорядок? Нужно. Наводить порядок нужно, потому что это уже приводило и к возгораниям, и к другим неприятным вещам. Но это внутреннее дело отношений между интернет-компанией, жильцами и управляющей компанией. Но навести порядок можно. Можно заставить их выполнять технические требования дома. Как прокладывать, где прокладывать, как подключаться. Это можно сделать. И нужно. Ну, то есть нужно договариваться. А к кому это нужно сделать? То есть это через домоуправление происходит? Или жильцы собираются, пишут коллективное письмо интернет-провайдерам? Я у себя в кооперативе просто разработали мы с технической службой технические требования, как допустимо. Прошли, написали всем интернет-провайдерам, что если они не приведут это в порядок, то мы просто их, ну, сети не дадим, чтобы они работали. Ну и договорились в итоге. В итоге договорились. Ну, то есть жильцам лучше всего обращаться через домоуправление таким вот путем? Да. То есть переговоры и требования. А вот тут все-таки спрашивают еще, если подавать иск в суд на управляющую компанию в форме СИА, то какую максимально похищенную ими сумму можно вернуть дому? Вот такая какая-то странная постановка вопроса. Любая, которая похищена. Действительно похищена по документам. Только сначала, прежде чем подавать в суд, я бы рекомендовал получить юридически подтвержденные доказательства того, что это было похищено. Потому что хищение – это тоже… Это не просто слова и не эмоции, это целое действие, которое юридически должно быть подтверждено. И поймите, когда вы будете поднимать иск с практической точки зрения, вы должны будете заплатить госпошлину в размере той похищенной суммы, которую вы хотите вернуть. То есть из этого нужно трезво оценивать, где эмоции, а где реальность и доказательства того, что вы можете требовать. А суммы никаким образом не ограничивается. Только берите во внимание, что это СИЯ, то есть из-за этого, если они действительно похитили ваши деньги, тогда они смогут просто завернуть компанию и открыть другую. Вот чем ограничивается все это. Из-за этого всегда это нужно взвешивать. Что поднимать, на какую сумму и каким образом поступать. Я бы советовал все-таки учитывать, что хищение – это уголовное, правонарушение, а нерациональное расходование средств – это нанесение сознательно или осознанно или неосознанного ущерба. Поэтому это совершенно разные процессы, разные квалификации. И кидаться словами так, что вот нас украли, значит, обращайтесь в уголовную полицию в первую очередь. Уголовная полиция расследует это дело и установит факт хищения. И потом вы уже можете в процессе уголовного процесса по факту хищения требовать себе гражданского компенсации. Но сказать, что у меня похитили и пойти в гражданский суд, вас даже, по-моему, до суда не допустят. – Ну, надеемся, что… Я просто смотрю, что время у нас уже практически истекло. Наверное, мы не будем уже больше… Остальные вопросы просто я перенесу на следующую передачу. Обещаю, что вот как раз-таки с этих вопросов мы и начнем следующую программу. Добро пожаловаться! Большое спасибо председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорк отвечал на ваши вопросы и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений и РНП, в том числе Айвар Гонтарев. Спасибо вам! И до следующего понедельника! До свидания!